Всем привет! Это шестой выпуск Кука Тайм и сегодня мы находимся в F-Lounge. Это Син, это Джон, ребята, которые здесь всем рулят. И сегодня они нам помогут, скажем так, обозреть все угли. Ну не все, все, которые мы сегодня имеем на столе. И что сможем вам порекомендовать лучше всего из этого. Сегодня у нас пальчиковые угли от InHell. Мы, скажем так, пока на них не курили, но сегодня покурим. Сегодня Панда, Коко Нара, Коко Брика и всеми любимый Кробопол. Сегодня посмотрим, что быстрее разжигается, что быстрее тлеет и что больше дает жара и что лучше по регулированию жара. У нас сегодня 4 чашки, все на ОПГ, все одинаковое. Чтобы были одинаковые условия, долго базарить не будем, сразу начнем забивать все это дело. Но стоит отметить, что у Панды есть еще красная серия. В красной упаковке они продаются, они сделаны кубиками. А зеленые они сделаны в виде параллелепипедов, ну такие прямоугольные объемные формочки. Нам все эти угли предоставили ребята из Кальянхат. Все ссылки можете найти у нас на Ютубе под видео. Выложили все угольки на комфорку. Сейчас начнем разжигать. Посмотрим, что быстрее разжигается. Но стоит отдать должное Кробополу. Он разжигается быстрее всего. Да, он разжигается быстрее всего. Да, мы сейчас просто разожжем, посмотрим, как он разжигается. На самом деле уголь неплохой. Он проспиртованный. Советую его пулить на природе, но брать с собой на природу... Ну нет, конечно, мы шутим. Уголь полное говно. Многие не соглашаются с нами. А многие соглашаются. Да, разоглашаются. Чувак. Правила замигалка? Не работает. Выкинь. Положи туда. Да он ее сам украл, походу. Вон у тебя Янкина осталась? Нет. Я уже к нему. Ну, короче, уголь. Сам разжигающийся. Так себе. Мы через комфорку его разогреем. Нет, давайте по-серьезному. Ну, вообще, конечно, мы на таком не курим. И вам не советуем. Но если положение безвыходное, и у вас нет углей, кокобрика, коконары или панды, то, в принципе, можно покурить. Но привкус, конечно, проспиртованного дерьма вы все равно будете чувствовать. Я советую купить газовые комфорки маленькие в виде пистолетов. С помощью них очень легко разжигать уголь. Натуральный. Что ж. Больше не будем прикалываться и страдать фигней. Просто сейчас посмотрим, какой уголь быстрее всего разжигается. Потом будем курить на этих углях четыре одинаково забитые чаши. Одинаковые чаши УПГ. И просто посмотрим, на чем курится лучше. И сделаем выводы сами со всем этим ознакомим. Вот же все угольки. Это у нас брика, это у нас коконара, это у нас панда, это у нас угольки от Inhal пальчиковые. Сейчас включим комфорочку и посмотрим, что быстрее всего возгорается. Панда уже полностью разожглась. Пальчиковые угольки от Inhal тоже полностью разожглись. Брика, по нашему мнению, разгорается чуть быстрее, чем коконара. Примерно одно и то же, две-три минутки плюс-минус, неважно. Что ж, начнем ставить угольки на кальян и посмотрим, от какого угля больше жара и курица получше. Ну вот, ребят, поставили угольки, все разогрелось, курим, сидим. Здесь у нас брика, здесь у нас нара, здесь у нас панда, а там у нас пальчиковые угольки. Брика и коконара, они примерно одинаковые по жару и по тлению, потому что они делаются на одном заводе. И, кстати, надо сказать, что и брика, и нара, и панда делаются из кокосовой скормопы, кокосового дерева, а пальчиковые угольки это дерево, то есть это древесные угли. От панды чуть меньше жара я отдаю предпочтение панде, потому что, ну, лично я, все по-разному, лично я отдаю предпочтение панде, потому что более легче там контролирует жар. Смотрите сами, из всех каляв, которые здесь стоят, я советую курить на наре, на брике, на наре и на панде. Покурим, посмотрим, что быстрее стлеет. От брика и от нары жара больше, и греть их нужно на четырех углях, но со временем один уголек стоит снять, потому что начнет гореть. Стоит отметить, что у нас во всех четырех чашах забит один табак, лайм с мятой от Нахло Микс. Как бы от панды поменьше жара, соответственно, поменьше дыма, ну и, соответственно, там можно оставить четыре уголька, без проблем, все будет куриться хорошо. Быстрее всего стлевает пальчиковый древесный уголь, а медленнее всего стлевает, я думаю, все-таки панда. Она тлеет меньше всего, а брика и нара тлеет примерно одинаково. По дымности брика и нара больше дыма дают, чем панда и пальчиковые угольки. Стоит отметить, что мы курим Нахло, она более жаростойкая, чем тот же Альфа Гир, тот же Фумари, тот же Старбас. Поэтому мы курим на четырех углях, но если вы будете курить менее жаростойкие табаки, то лучше это делать на трех углях. Сейчас по очереди покурю все четыре кальяна, ну и, соответственно, наглядно скажу, что дымнее и что получше. Начнем с пальчиковых угольков. Дымность слабая, вкус есть, но дымность слабая, потому что жара не хватает. Дальше у нас кокобрика. Ну вот, дымность получше, да и вкус получше. Стоит отметить, что от пальчиковых углей есть такой привкус непонятный лично для меня. Попробуйте, поймете, я думаю, словами это не описать. Дальше у нас панда. Ну вот, дымность тоже хорошая, вкус тоже отличный. Но там четыре уголька, потому что панда поменьше, она плоская, и жара от нее поменьше. Так, дальше у нас коконара. Ну, мне кажется, коконара, кокобрика и панда примерно одинаковые по качеству курения. Пальчиковые хуже всех, по нашему мнению. Ну, лично по-моему, ребята, не знаю как. Ну вот, пальчиковые угольки, они тлевят очень быстро, это уже вторые. В принципе, на них можно покурить неплохо. Правда, есть такой привкус непонятный. Лично мне противно, но, допустим, есть ребята здесь, которые покурили, сказали норм. Тлевят они быстро, это уже вторые угли, которые стоят на чашке. Можно еще делать шашлыки на них. Но так написано на упаковке производителя. Не знаю, насколько это правдиво, но попытка не пытка, можете попробовать. Ну так вот, это кокобрика. Тлевят они тоже довольно быстро, но медленнее, чем все остальное, скажем так. Это первые угли, которые стоят. Вкусы какого-то углей я не чувствую, все очень неплохо, курица отлично. Мне нравится. Кокобрика явный плюс. Не знаю, ты быстро к нему привыкаешь. Панда тлевит быстро, привкусы я от них тоже не чувствую, неплохой уголь. В принципе, тоже плюс. Много всего тут не скажешь. Хорошие угли, качественные. Кокос рулит. Коконара, оно тлеет медленнее, чем кокобрика. Странно, потому что они делаются на одном заводе с одним производителем. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Привкусы я тоже не чувствую, лично я. Угли неплохие, для домашнего курения пойдет. Тоже явный плюс. Как обозрели все эти угольки, мое мнение, лично я считаю, что древесный уголь ни о чем, я им ставлю минус, мне он не нравится. Лично мне. Дальше по предпочтению у меня идет панда, дальше брика и нара. Но древесному углю явный минус я ставлю. Это лично мое мнение. Ну, чтобы не основываться лично на мне, давайте спросим у всех по очереди. Пусть ребята тоже выскажут, что считают. Давай, дружище, начинай. Древесный уголь, несомненно, тлеет быстрее. От него есть какой-то все-таки привкус дерева, я бы так сказал. Двух углей не хватает. Вот этих двух больших, которые напополам-полам, которые идут изначально. Я решил поставить три-четыре маленьких. На четырех он сгорел, на трех он курица. Есть привкус, конечно, углей, но есть, конечно, и хуже угли, но на древесных можно курить вполне. Мой выбор это либо кукубрика, либо кукунара. Мне понравился древесный вообще, потому что убивает вкус, даёт привкусом каким-то непонятным. Панда тоже не понравился, но Гришу очень изобидно, потому что хаги много, и она немножко подгорела, но панда очень достойна по жуге, но мой жуг все-таки либо брика, либо нара. Очевидные предпочтения это либо кукубрика, либо кукунара, может быть, наоборот. Разницы особо не почувствовал. Есть привкус у древесных, как уже было упомянуто. В принципе, к нему привыкнуть можно, но зачем это нужно, когда есть кукунара, кукубрика? Панда тлеет быстрее, и в работе не очень удобно за счет его формы. В принципе, все. Мой выбор кукунара, кукубрика. Стоит также отметить, если вы куриете на колодке, ну, на колауде, или на его, скажем так, рептиках, или на чем-то похожем, то панда очень трудно встает, даже треуголька, потому что они по площади большие, и очень трудно их запихать туда. А кукубрика, кукунара встает вообще четко. Три угля спокойно, даже можно четвертый запихнуть без проблем в колауд. Так что на колодке, я считаю, лучше курить или нару, или брика. Вот, в принципе, на этом и все, ребят. Вам всем спасибо за внимание. Это был и флаунж на Ивантеевке. Всем спасибо, пацаны. Очень помогли нам с этим выпуском. Ссылку на этих ребят вы можете также найти у нас на канале. Только на канале. Вконтакте мы ссылки не кидаем, потому что такой спам своего рода. Это не приветствуется. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, что вам понравилось, что вам не понравилось. Делитесь своим опытом с нами, и мы тоже делимся своим опытом с вами. Век жалю, я кучись, как я уже говорил. Вам всем еще раз спасибо, ребят. Удачи. Ну что, оператор, попробуешь что-нибудь из этого всего? Выбирай. На вкус и цвет. Давай, ты курь это, а я покурю это. Отличишь вкус? По мне все классно. Кроме панды. Утрако будет в Дресну.